Как всегда в темном углу ютуба с вами Вспончик и я приветствую вас мои дорогие подписчики ну что же я тут здесь вроде бы проходил осталось только вот еще пару комнат и вроде все я думаю я первый нападу пока не получается там еще крыс находится да 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 я всех вас успею переубивать мне больше нравится то что я повысил себе уровень в этом бункере и очень неплохо так прокачался по технологиям по медицине даже тот же самый журнал тоже нашел не очень много чего это дало надеюсь из дневника никакого не будет а то я всю прошлую серию практически и делал что читал учася вилкой заколол а это наверное тот чувак про которого говорили то что он совсем с ума сошел он потерял но зато единственный среди них жив остался единственный все остальные там все сдохли смогли ничего сделать а он спрятался и живется спокойно припеваючи по и что то есть я вижу пока только одну мышку закрыта да как вы смеетесь сколько можно закрывать передо мной ящики ухты кофе бронебойные патроны конечно же я все это возьму я даже знаю где их хочу потратить бронебойные эти патроны мне уже есть места где надо бы их потратить так а тут у нас что там у нас тоже враги ползают ничего себе вас тут сразу же как у меня есть возможность по ней стрелять она первая начинает не атаковать ну пошла отсюда понятно но с нафиг идите сами ко мне подходите давай давай ползи сюда как же вот я тут не знаю до сих пор отдых до сих пор кайфую то что у меня пистолет как-то не клинит я спокойно могу стрелять нет да подходить не буду там сразу наберешься на хватаешься 4 3 3 4 на и двери совсем недавно открывали ну почему их тогда снова заперли 4 3 3 4 чувствуется мне что это очень как нехорошо из-за того кто здесь находится я могу это поехать головой то что здесь обычно происходило о заберу я уже что-то здесь слышу мне показалось или да мне показалось веках вообще никого нету так а тут у нас что биоаппаратная упа это что такое надо будет посмотреть сейчас шить такое нелинейный сканер а у меня что такое щечи гиггера что еще заняли не ли не ли не линейный сканера то мне скажет секретная разработка ученого для сканирования помещений в поисках устройств для прослушивания оружия по факту работает как заблагозуете но не редко может привести к хорошей добыче у по весит он конечно а ничего себе здесь вас подохло смотри как будто каких-то солдат здесь создавали мне показывает где вообще что-то находится здесь карта пустоши странная низкая карта региона такие выдают экспертата перед ухты использовать их потом они сюда ушли опа понятно после бункера они сразу же выдвинулись сюда а это кто такие институт манглубая работа с мастеров опа схематическое изображение гриба это чё наших людей из атома эти грибные спецназ атаковал а где вот так вот и показывает это значит что вообще ничего нету кто-то их уже обобрать успел и это получается всех наших они ты перестреляли здесь только односранная макулатура еще здесь ничего нету если у них посмотрю не ну датчик-то прикольный но я такое с помощью альта делаю просто он весит много что это за тварь какие опыты проводили здесь где только этот вопрос возник журнал заданий обновился никто из них кстати вырвались ну эти грибные людишки знают что-то такое что я не знаю надо бы к ним как-нибудь будет наведаться а теперь пожалуй я на всякий случай возьму винтовочку и пойду наверх потому что наверняка меня уже там поджидать кстати у меня задание остановилось да вот все мне теперь там надо идти вот этот жетончик у меня есть интересно теперь или это наши эти как его медальоны атома может быть выкинуть можно либо в руках носить зачем мне это надо я вот на сто процентов уверен то что они сейчас за мной пошли что они меня так просто здесь не оставят где вы там они прям меня у входа встретит когда я выйду смотри а зачем мне нужно было бы вот этого робота если бы я починил как бы он мне помог если бы я только дверь открыл туда бы робот это выехал ну да я же могу открыть дверь бункера точно но мне это никак не поможет еще на подходе вы ощущаете значит данное чувство опасности бункер тоже не был особо уютным местом но теперь вас удаляет сильное ощущение надвигающей беды действительно когда вы переступаете порог бункера выходит на свежий воздух что-то явно не так за ты мужичок который дает открыл вам дверь он не дверь открывал его товарищи стоят перед входом блокируя ожидая вас оценивая взглядами усатый явно что-то прикидывает в уме обдумывают какие-то дальнейшие действия наконец него отводя от возгляда кивает привет старик что много там нашел начать медленно отступать мышечек сужать глаза и неотрывно смотрит на вас его товарищи молочи переглядываются чуть крепче сжимать свое оружие все физически ощущаете застывшие в воздухе напряжение что-то недоброе надвигается погоди старик ты чего уходишь уже у меня тут просто такая мысль раз смотри мы же за тем армейским отрядом следили своими шкурами рисковали а ты может за нами в свою очередь следил ты же как некрасиво получается мы значит делаем свою работу а какой-то выскочка нашими трудами в себе красивую жизнь обеспечивать некрасиво старик ой как некрасиво не хочешь с нами поделиться чем что у тебя есть карманов в рамках справедливости разумеется а как тебе такая идея старик эх вы я-то думаю что впервые приличных людей встретил не воровье какой-то ошибся видимо эх как по сердцу резонул правда же не звери мы это жизнь нас такими сделал условия тяжелее я же до всего этого дерьма законопослушным гражданином был в армии служил ты прав старик проси что мне моща в голову ударил ступай с миром да ладно мне не общение выручила у меня сейчас никакая радиация ну-ка что это такое перед вами стоит неплохо сохранишься вагонетка с двигателем по ней покоятся старые пыльные деревянные коробки в носовой части вагонетке установлен контрольная панель покрыта обгурившейся краской так и странно вагонетка почти не прожарила проверить коробки ничего удивительное деревянные коробки пусты скорее всего то что в них растащили незадолго до апокалипси все их содержимое составляет песок и сухие листья хотя стоп на дне одной коробок вы замечаете три патрона ведь патроны проверить контрольную панель проем панель когда была покрашена на году году взяли свое и теперь на ней остались только осколки краски любая индикация которая могла бы на пластин могла быть на пластиновых кнопках стерлась за годы под открытым немом впрочем у вас складывается ощущение что механизм которая стоит в мини-кутрицу еще можно запускать петь механизм нет ухты я силы выдерну успех немного усилы и прожаришься пластина поддается шурупы буквально крошится от ваших стороней вы откладываете пластину сторону и смотрите на механизм который напоминает больше механический часовой чем электроны внутреннее устройство этой вагонетки явно хитрее чем вы начально думали ремонт успех вы с интересом осматриваете механизм и понимаете что он не так уж и сложен как вам показалось вначале подкрутив промежуточное колесо вернув обратно в паз анкетную вилку и закрепив спирали вы с удовольствием смотрится на результат своей работы механизм явно готов к использованию вот оно как можно было сделать и так можно было войти до сколько вариантов событий то ужас и так и сяк можно это сделать но у меня были свои способы и я это сделал я даже не думал что у меня общение сработает надо же я снова вышел в пустоши как это получилось хрен его знает как-то да получилось куда я опять пришел вас осторожность в страну двигать направлении давно примечено вам поселение хуторок судя по всему обжит причем скорее всего не бандитами ведь каменная летит редко обзаводится домашней скотиной предпочитая земледелию набеги на соседи оседлых соседей а тишина этого неприглядного местечка то и дело прерывается кудахтанем к улице или тоскаливым коровьим учением тем не менее вы стараетесь держаться на стороже кто в конце концов знает какими нравами традициями обладают люди ухитряющиеся выживать и даже держать хозяйство в таком отдаленном глухом даже для пустошей мести бодрый щелчок затвора ружья в паре метров от вас предупреждая что ответ на свой вопрос вы получите уже с минуты на минуту стоять боятся кто такой откуда идешь и чего ищешь вы слушаете вы ощущаете на себе ледяной взгляд голубых глаз высокой стройной девушки одеты в потрепанную камуфляжную форму дуло под да не то и ружья смотрит вам прямо в переносицу сделал брать руки от оружия сделать максимально миролюбивое лицо девушка резким движением скидывает ружье заставляя вас рефлексионно пустить на несколько шагов после этого она опускает оружие с презрительной улыбкой на лице жену свою успокаивать будешь когда поймет за кого кого козла вышла вы наконец-то получаете возможность получше рассмотреть свою субиси собеседницу первое что вы замечаете уже довольно странно бросивший вам вызов богатыше не больше двадцати лет а мне насчет тебя еще подумать надо исследователь на одного из местных бандосов ты конечно не похож но и за торговца тебя принять сложно в этом и проблема торговцы бы я пропустил однозначно нам сейчас его услуги позарез нужны а батю вещей надо а у мамаши заказа и даже малая последний малая последнее время да немало когда же этот торгаш к нам явится но путешественника которого хрен знает кто послал девушка задумывается целик ружья при этом исправно следует за вашим лбом даже когда вы немного отодвинулись сторону наконец ваша собеседница принимает решение ладно так и быть проверим твою невиненность говори чего хотел ничего не хотел забрел сюда случайно но раз уж так произошло расскажи о себе девушка хмурится и поправляет ремень которому крепится внушительное ружье смотря что тебя интересует скука в последнее время конечно смертельная и поговорить я не откажусь но всякой бессмылице трепаться неохота кто-то вообще такая девушка закрепляет ружье на поясе кивает вам зовут аленкой как довоенную шоколадку откуда я и зачем это только большому шефу на облачке известно эта семья мне не родная просто живы с ними защищает набегов практически в одиночку больше уже как-то из привычки чем из больших и сильных душевных побуждений ну а тебя как и звать величать но очень просто мое имя огуречный рикардо артем освежеватель и куслик андрей будем знакомы андрей так будем теперь еще немного вопросов так чем тут занимаешься то вот девушка ласково поглаживает свои видавшие виды самопал руковожу гражданской оборонный хутора нещенского типа приятного пути эта семья меня содержит с малых лет с тех пор как свою родню потеряла при черт знает каких обстоятельствах я им за это помогаю набеги отбивать сама не знаю откуда у меня такие навыки будто родилась уже с одной из этих штуковин в руках молодая воительница снова похлопывает самодельное ружье как иной человек потрепал бы холку любимого пса из-за меня сюда даже суются не так часто большинство местных банд видимо решила что себе дороже лезть хабар с одной семьи никакой а ведь хоть парочку из них да я и успею положить прежде чем они до меня доберутся так кого до сих пор проблемы идут так это бандиты стёпа балагана ну и я его понимаю у него старший брат на одной из моих растяжек в полет отправился по частям за такой грех не отомстить если тебе есть чем платить у меня найдется чем утихомирить твоего стёпа навсегда девушка отрицательная мотает головой не 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 встревать в это дело никому не позволит думаю шестепке деньги не водятся ему же раз плюнут подготовить какую-нибудь шайку покрупление из гранатометов наш поселок обобрать или меткого стрелка по мою душу нанять но он же так не делает потому что сам до меня добраться хочет лично и я только рада буду его подстрелить девушка сжимает рукоятку своего ружья с такой странной улыбкой что вам без всяких дополнительных слов становится понятно что вы в этой ситуации были бы пятым колесом любовь любовь а вы готовы биться об заклад что именно это чувство сейчас выражено в туманном мечтательном взгляд девушки порой находятся очень странные способы проникнуть в человеческие жизни да извини что предложил перейдем к другим вопросам ладно расскажи мне вашем хуторе тыра ничего больше только упор сам кое-чим еще на правах беженцев в красноземном и не отпустили девушка коситься в сторону обжитого дома хотя может быть в этом смысла есть хоть хаты и перекошенная хоть бандиты и донимают хоть помощи и за трое судок не сыщешь если что случится все же земля своя это дорогого стоит возможно ты права местное население ну мужская половина частенько жалуется что баба выпить толком не дает женская половина приключений на свою голову жаждет и если ты про слухи вот тебя один от торговца который нам после прошлого визита дорогу позабыл сидит в общем компании бандитов засаде неподалеку от местного лагеря отмороженных ждут пока какой-то торгаш этой дорогой пойдет или караван небольшой но видит вместо этого дядьку одетого не по погоде в шляпу широко полую пальто шерстяное перчатки идет этот дядька значит и за собой по дороге гроб плачет на веревке бандиты перед ним вышли требует объяснений он им друга хоронить тащу они не верят говорят небось хабаром гроб забил давай открывай ну мужик плечами пожал обошел гроб поднял крышку а там у него пулемет древнолюционный максим отреставрированы все дела на сошках и селенты на 200 патронов ребята такого затормозили немножко а что для нас с тобой немножко для максима это минимум 50 выстрелов всех тут старый мужик положил одной очереди кроме одного чтобы эту самую историю народу пустоши рассказала наткнуться на похороненные процессы вообще плохая примена тут особенно ты упомянул что нужен торговец зачем девушка с угрюмым выражением лица похлопывает по небольшой кожаной сумке себя на поясе тут 20 патронов и когда все это закончится чем не спрашивается очередной рейд отбивать очередной рейд будет я это уж точно знаю недаром стёпа балаган и его ублюдки так долго молчат готовят наверное что-нибудь особенное в этом вот и задача раздобыть хотя бы 20 пригоршни пороха деньги за это дело давно уже отложены просто торговец никак не появляется хоть заказала я с месяц назад определись его тебе заплачу надбавку если что обсудим 20 пригоршни говоришь ничего бы нет да буду принесу тебе понятно есть еще интересное тудовой лист это листок научит вас сделать деревянное болея 2 уровня упа не зря я в этот ящик заглянул жалко что весит это оборудование много два с половиной килограмма это тебе не хухрымух чем-то еще расскажешь мрачноватый седовласый мужик оттяжелевший от усталости или от похмелья веками пас войска хлопает вас по плечу ну здорово с чем пожалуй с чем-то хорошим то я уже знаю иначе террористка бы к тебе уже давно дырок по наделала твоя террористка сказала что тут всем еще услуги торговцы нужны мужчины недалеко крякает и костюм в сторону где вы оставили его старшую дочь вот вечно обо всех думает аж жить на свете стыдно после такого становится но тут она не права оказалась мне торгаш больше не нужен хотел грузил новых накупить дополнительно сразу за огородом прицепом этот скрески раскопал грузила теперь хоть нам грузилами хоть теперь нам сам торговать могу так но теперь больше это как его детектив нужен вот как до чего дожили так но я здесь известный датик серьезно тогда мне крупно повезло слушай мужчина переходит на громкий не громкий шоп люди говорят бродит в наших краях эдакий простачок называет себя туристом коралловым только никакой он не турист не на деревне он заглядываться наш не на города не на архитектуру уцелевшего смотрит а наших женщин понимаешь болтал говорят целых 30 в одном только красноземным на краснознамённым на горизонтальная танго на половой вальс я боюсь как бы он и мою не соблазнил понимаешь я же не всегда дома бывает крови день я за кордон махну бывает на ночную рыбалку выкрусь а она тут одна пойми меня друг мы так уже столько скандалим а если она еще и с туристом коралловым изменил ну ну в общем не надо знать а как проверить да легко это подлая казанова каждой совращенной женщины на память пластмассовый перстень дарит вот если бы ты в вещичках жены покопался незаметно и пересек нашел все сразу бы встал на свои места сделаешь мне конечно сделаю спасибо понятно а то отсюда свалить не хочешь смотри она прям тут стоит не уходит отсюда три часа подождать три часа подождать три часа подождать опа опа бойца этого так а если я вот эту штуку возьму слышь мужик так она действительно изменяет насчет твоей жены этого туриста да что насчет них я не знаю нужно ли нам им это ссора да все равно еще работаю над этим слышь ты вставай и день пожар это можно но у меня есть чем пожрать сухое поем да еще чем сожрать перед вами женщина лет срока диты нарядное си ци цевое платье и туфли на небольшой клубе которая достаточно странно смотрится в местности где даже дороги в основном сделаны из грязи с удивлением вы также замечаете лица женщины следы редкой в пустоши их косметики вот добро пожаловать на хуто кто вы такой это кто знает одну тайну женщина бросает один короткий взгляд на песни и невзмутина пожимает плечами козел мы думаем и что решили простить у меня выкуп замолчание молодой человек она если эта женщина смеется но в ее смехе больше горечи чем веселье надеюсь видеть страх или сожаление не получится молодой человек я слишком устал от своих жизненных обстоятельств чтобы жалеть о сожженных мостах можете отнести эту безделушку хоть сейчас я не обижусь нет правда это даже не повлияет на моем отношении к вам если только в лучшую сторону такую активную работу стоит уважать или не скажите может какие-то слухи слухи но знакомый сталки рассказал что будто бы мой здесь любимый ансамбль песни и пляски поющие на земле войну пережил только распался но бывший лидер артист под шибякин планирует шокирующего соединение музыкантов если они еще дадут турне вместе с атомом понятных они какая-то короче ладно и раз ей насрать то далее да вот смотри так насчет твоей жены что там на держи мужик смотрит на песни с таким страхом будто ожидает от этого удара прямо в нос после минуты в таком состоянии он вздыхает и шумков носом отправляется отправлять поделку в кара спасибо с работа на совесть держи награду он подтягивает вам плотный кулек с каким-то таким садовыми огородными богатствами также 30 рублей ничего себе он не там дал больше я ничего нет благодарю и это держись мужик они а я перегружен да ну конечно кидал мне всякого говна теперь я ничего сделать не могу так а чем не еще накидал такого что много весит водки что ли дал то нет теперь я просто выпивши ну ладно а вес у меня ровно 76 ну-ка что еще мне такого дал да это вроде также все весит кобыла что здесь у меня такое есть чай у меня сколько весит ничто себе у меня чая проводов 11 штук три штуки выкину пусть здесь лежат давать больше ничего такого и нету не он взрывчатка на два килограмма короче ничего особого в этой деревушке я не нашел только принеси ей только пороха попросили принести все о сталкеры пройти мимо неинтересно я вот здесь девушку роботорговца встретил как-то в прошлый раз так на всякий случай сохранюсь здесь а то мало ли какие бандиты бешеные нападут или роботорговцы я не смогу от них отбиться избежать встречи я нажал атаковать что ли да ладно и никого с одного выстрела не замочил ты смотри а никого из них снова выстрела не заварил только последнюю крыску на 162 очка опыта получил и хорошо пошли дальше с ними там вообще бесполезно разговаривать здесь их только перестрелять этих роботорговцев можно это чего не там такое а это охотничья винтовка точно я как-то пробовал с ними разговаривать ну-ка может сейчас получится у меня же общение как-никак прокачано далее смотрите дома сама к нам пришло общение успех усады бандиты не есть видом пускать свою пушку да ладно о чем договориться то тебе не вывезло ты не попал не в то место не в то время харизма провал ловкость провал понятно общение то может у меня и прокачано вот остального у меня нету ну мужик ты попал живы охотничье ружье у него ржавый охотничье ружья хп туни сколько но заклинило у него не чести мне повезло ух ты да там же еще этот да чтоб тебе нам не на двенашку на еще на двенашку на 14 еще бы никого так особо не убил на нафиг застрелила меня надо было найти что сделать на десятку сразу сохранится отойти в самую даль отсюда я ведь до него достреливаю да достреливаю до сих пор отсюда отсюда достреливаю отсюда достреливаю сохранится бы здесь и буду стоять на десятке только 20 надо его ваншотный позже если его собираюсь ваншоты зачем мне тогда так далеко отходить блин да шо ж такое то и почему я не могу его критануть по нему давай не то нужно тоже не кританула да как так то ладно оставлю так пофигу он еще даже бежит до меня воздух вы силов и завалил нормально здесь так отстреливаться можно на 22 урона на критонула он с макаровым всех троих завалил если у них мои патроны есть макаров это хорошо блин опять и переполнен от чего переполнен то так ладно сожру чего-нибудь опять я только все все место освободил на тебе опять к этим говном харизму выносливость у меня если лука наестся нах нет лук нужен но он и весит то мало летная бумага сыр ризма минус поем сыра ну я больше не переполнен вы но тут много всех и хороших вещей которые я отсюда бы забрать хотел пример охотничье ружье дорого стоит ржавое то хоть ничего ружьем не нахрен не сдалось 4 килограмма 4 килограмма что можно выкинуть на 4 килограмма или потом просто так не с этим дойти до какого города то тяде что было тоже охотничье ружье офигеть батарейки страны переполнен много весит улучшает потенцию все больше не переполнен надо было грохнуть как нему сейчас туда встану и отсюда вы прицельным выстрелом как убью как он у меня охренеет как он не охренел он спрятался ничто себе вот скотина все отстанет меня всех переубивал теперь можно грабить их я честно только на одних патронах него ржавы ничьи си нагрудник ты давай листок рецепт листок научит вас сделать стальной нагрудник да ладно сейчас сегодня тут денег так это я заберу заберу автомат он очень хорошо продается заберу правда разряжу его и стальной нагрудник я вот я заберу где он тут вообще у меня какой ничего себе неплохо так он защита от урона в тело плюс 3 сопротивление урону тела 21 процент а здесь плюс 2 это я понимаю это я понимаю наткнулся на них не зря опа косички дорогая штука граната да ты же пусть будет или оставить действовать хрон мне же сейчас это не особо то и нужно все когда деньги понадобятся буду знать что здесь что-то лежит опа 10 патрон для моей винтовки вот это то что нужно было нихрена нету трупа так а ты здесь кто такая ухта тут еще и девчонка просто в краснознаменном то мне не с кем даже торговать этими вещами так а ты кто волосая женщина корчится на полу зажимая уши руками только почувствовав нашу близость у нас осмеливается поднять глаза ох что же это что произошло кто вы неважно но любителям работорговцев меня точно не называть вот эти женщины возможность стать мелко даже она делает несколько шагов по помещению я все слышала они ведь мертвы да все две единого старые хозяева и мне теперь как быть дело за тобой отпускаете ты свободно радость озаряет лицо женщины тут же сменяется страхом боже мой я об этом полгода молилась чтобы встретить вот такого доброго человека но не знаю я не вправе просить но вы могли бы провести меня до краснознаменного я никогда не переживу такой путь одна за честь миллион вперед краснознаменный ёбана в рот я теперь из-за нее даже ничего сделать не могу ты чё ехтись блять где там этот сраный автомат вы мне бы как-то это перетащить хотя бы куда-то охренеть как я переполнен я собирался все это до краснознаменного тащить но видимо не судьба так сначала что я хочу сделать я хочу использовать вот этот аппарат мне бы просто все это в ящик положить что здесь еще есть все это все что есть ну ладно взялся бы попутницу даже носить ничего теперь не могу рабыня опа точно так ты держи все это не знаю какие у тебя кстати статы какие характеристики чего не здесь внимание только на 8 стрелять умеет да с хпшку не так все но у меня просто этот как его уровень 1 она не еще рукопашка с винтовками они не очень не прокачено ничего общение бартер азартные вообще у него качать нельзя ревиз но тоже только технологии взлом скрытность выживания но в основном то что я качаю так что мне нужно так рабу не чудо может принести с собой на те еды если захочешь поесть медаль довоенная пусть у тебя останется так и этого до короче оружие особо никакого не дашь и у меня есть что то что я мог бы и дать там у нее 33 всего 45 все равно нужно пистолетами она этими точно пользоваться не сможет да и макаров даже не отдам пойдешь ты со мной до краснознаменного только для начала ты перенеси все сюда а слушай меня походу там еще одна винтовка есть до которой они подбирал или нет 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 нету а где она тогда дима кстати нагрудник вот на а то чуть я в нем не хожу мне обязательно нужен так у кого-то из вас еще винтовка была отдайте ее мне чё не было или типа это вместе их луч считался я-то думал а я-то думал ладно схрон у меня тут свой есть это уже неплохо осталось только как-то дотащить это до конца все равно у меня он какой груз 78 а что я такого несу на 78 килограмм а хрен его знает вообще без понятия пошли отсюда нахрен хватит с меня этих приключений ты доходить можешь а я вот нет кому мне вообще кстати все это отдавать чум у меня здесь такое висит на 10 килограмм самогон то что мне дали да не он нужен вообще тассичность плюс держи смогу мне не нужен мне а 2 скидывать бомбу я не отдам это весь тоже не отдам это немного весит даже чай очки это двое дни часе батарейки 2 килограмма весят надо их кому-нибудь отдать уже они мне не нужны в таком количестве что тут еще это два килограмма вот это еще три много весит патрон то что я с собой накопил и походу вот это вот все остальное то что а гранату у них подобрал и так далее короче надо батарейки продать половину и провода еще половину они пошли отсюда роботорговцев грохнули хорошо договориться и у меня получилось ничего себе там договориться у меня с них было шпроцентов 68 раньше такого никогда не было неужели так это так сильно поднялось из-за того что я общение прокачал да еще же конечно кто со мной встретиться че захочет сражаться я же отмороженный везде у меня свои схроны есть много у тебя денег дед нормально что мне точно не понадобится мне не понадобится зубы вот они четыре штуки забирай где мои батарейки семь штук забирай денег не отдай что эти еще могу скинуть пистолет это да ненужный есть шанс вообще что он заклинит для ржавой тт вот его забирай сделка че до сих пор переполнен почему а ну да точно я же буду не не буду переполнен только когда рабыни отдам пистолет еще этот он не все но не нужен день стоит мало и потом и перекину десятку и хватит будет чем отстреливаться что вдруг на нас все таки кто-то нападет а так у него хотя бы что-то будет какой-то пистолет сможет за себя постоять метод все равно не нужно да вот что называется волк одиночка никто мне и не нужен как твое самочувствие все в порядке слушай нам пора разойтись глаза женщины наполняются слезами радости мой спаситель господи я дома я свободно как же я вам благодарна весь кому пойти я я не уверена сейчас я наверное пойду в трактир в пригороде тебе не нужна помощь я не знаю пока не нужна спасибо большое удачи естественно мне пистолет мы вернули или он у нее остался не у нее остался но и не жалко хорошо что я и не стал нагружать чем-то ничего себе мне за это опыта далее ни хрена себе вот это я понимаю надо пойти с этими иллюминатами поговорить что же я хотела сделать так может быть его какие-нибудь мои книжки заинтересуют этого старца аура для тебя кое-что есть почитать а тебе ничего не интересно да да и у тебя для меня ничего нету стреляющие перчатку или перчатку с ножом четвертого уровня мне нахрен не сдались ну ладно раз тебя ничего интересного для меня нет пойду-то в город ты здесь по здесь стоишь отчет забыл кстати я в прошлый раз в аптеку так и не заходил ну-ка у меня ничего нового не появилось нихрена себе прибор ночного видения 16000 который значительно предназначался для водителей прочно неудобно он служит только для одной цели помогать в темноте включить-выключить нажмите чтобы использовать офигеть офигеть а это что такое шлем пилота скрытность дает а такая штука у меня есть а если ему продавать ее кстати дозак засущие копейки у них неплохие такие бронежилеты осмотрим покруче чем у меня у них он какой а у меня что он не так себе просто железка это неплохим таким бойцом уже стал могу за себя постоять если что и зубы заговорить вот они грибочки сраные ну здравствуй мужик брата ты мужчина который стоит перед входом в здоровенное здание доброжелательно улыбается заметив вас и он одет хорошо сделанный кожаный жилет и неожиданно неплохо пахнет в сравнении с другими встречными вами жителями пустошей здравствуй друг как поживаешь неплохо ты как я тоже неплохо ты интересуешься пустым гребниц или просто мимо проходишь на самом деле я хотел бы задать парочку вопросов конечно я буду рад ответить что лучше в жизни приястие опровергать своих соперников в ходе коллективной научной дискуссии видеть их угрюмые лица и слышать их раздосаданной вздохи нынче я только такой ответ готов дать любопытное мнение так давай задам тебе другой вопрос вот если в лесу случайно поганку зову вы на меня охоту объявите но слушай чего ты издеваешься мы за науку за прогресс за объединение разброс их войной людей а ты каким-то примитивным культом выставлять выставить пытаешься стыдно друг вот она как хорошо давайте задам другой вопрос а я походу их уже находил из их культа а у вас название в честь ядерного гриба ядерный бриб это конечно не завидный результат прогресса но горит другое значит неразрушимую сторону науки и созидание объединение вроде все индивидуально но корешок то общий вот что мы значит и войны наоборот людей а войны наоборот людей делят мы их ненавидим смотри как ладно я хочу тебя хочу спасить у тебя интересует жизнь слышал что у городского книга торговца авраама полно редких книг все думаю взять почитать его чего да неудобно ведь на посту прискорбно расскажи мне побольше о вашем обществе и думаю что я могу рассказать тебе больше чем другие члены общества если не вдаваться в подробности чтобы ты хотел узнать четыре принципа на которые строятся наши идеологии а может историю нашего общества но расскажи мне четырех принципов конечно это принципы единения принципы скромности принцип любви принцип жизни какой из них тебя интересует давай единение все мы люди в независим понятное даже читать это не хочу расскажи историю вашей организации когда-то сразу после войны группа ученых из далеких краев открыла гробницу вот в этом здании охранник указывает на гигантский дом из за своей спиной много времени утекло ушли старые пришли новые бьется за прогресс и науку наша священная рать в одном порыве идем к развитию а чем вы занимаетесь в общем и среднем мы занимаемся благотворительностью научными следами каждый выполняет какую-то функцию каждый равен ясно пожалуй пойду ладно буду уже расспрашивать его в следующей серии а сейчас подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии всем спасибо за просмотр пока